Друзья, утро в Петербурге продолжается. Знаешь, Коль, вот я не люблю числительное, но об этих цифрах мне просто хочется кричать. Процитирую классику, если хочешь кричать, кричи. 1 200 дней или 3 года 4 месяца, 65 тысяч километров, 32 страны, более 100 остановок. Экипаж Russian Ocean Way благополучно обошел землю, пройдя по пути русских мореплавателей Белинсгаузена, Крузенштерна и Литке. За 3 года странствий сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Березкин пережили нападение акул, попадали в страшный шторм. Итоги масштабного кругосветного путешествия подведем прямо сейчас у нас в гостях Евгений Ковалевский, руководитель экспедиции Russian Ocean Way и Юлия Калюжная, глава берегового штаба, кандидат географических наук. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, россияне, здравствуйте, петербуржцы. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Мы вас поздравляем с благополучным завершением этой сложнейшей экспедиции. Скажите, зачем потребовалось повторить маршрут наших первых отечественных мореплавателей вот таким опасным способом? Все-таки вы были на Тримаране. Ну, по сути, вот я объясню нашим телезрителям, это такое парусное судно. В 19 веке было всего 50 экспедиций русских, и об этом не знают в мире совсем, и в России практически никто не знает. Имена Крузенштерна, Беренсгаузена еще как-то на слуху. Литки уже меньше. Литки, Коцебу, Головнин уже никто не знает. Поэтому у нас главная цель была историческую несправедливость, как-то ее отодвинуть и напомнить всему миру, что русские открывали Мировой океан. Это была главная задача. А выбрали такое необычное средство, надувной. Надувной, да. Потому что надувных никто не ходит. Он вызывал дикий интерес. Вот 32 страны, все просто бежали и спрашивали, куда вы на этом идете? И у нас одна из главнейших миссий, народная дипломатия, это привлечь внимание к нашей экспедиции, рассказать о России и поведать о том, что русские открывали Мировой океан, и в 19 веке было открыто более 150 островов, а названия не сохранились. И на сегодняшний момент, вот Юлия делала руководитель берегового штаба календарики, и мы вручали, мы раздали в руки лично 45 тысяч календариков. Это вот иностранцы, которые с нами поговорили. И на сегодня мы точно знаем, что 300 тысяч иностранцев из 32 стран следят за экспедицией, и они уверены, что русские классные ребята. Но самое главное, удалось ли вам вернуть их к истории, к фактам, как они реагировали, когда вы вспоминали или рассказывали им про 19 век, про наших мореплавателей, которые выходили? Ну, мы прошли европейские страны, мы шли из Кронштадта 1 июля 2021 года, стартовали и пошли через европейские страны, потом Южная Америка, это Бразилия, Ругвай, Аргентина, Чили, потом французские Паренезии, острова Вануату, Фиджи, Само, Австралия, Индонезия и так далее. Никто ничего не знает про мореплавателей. Я могу сказать так, что в 32 странах 95% ничего не знает вообще о России. Ни о русских, ни о России. Это мои личные наблюдения, потому что мы брали интервью, наверное, несколько тысяч человек брали интервью. Мы для финансирования экспедиции выигрывали гранты, фонды президентских грантов, и там была у нас программа о народной дипломатии, проводить встречи, экскурсии на наши надувные суда и брать интервью. Я спрашиваю, вы что знаете России? Ничего. И вот из тысячи, например, интервью, ну, 980, ну, слово Россия знают. Слово Сибирь знают. Сибирь слово знают, и еще говорят, Юля правильно сказала. И мы говорим, что вы знаете про Сибирь? Ну, лес и холод. Я говорю, а знаете, что у нас... Медведя. Медведя, да, я хотел сказать. А у нас 6 университетов. Да какие могут быть университеты в тайге? А что, русские образованные? Причем в Германии. В Кииле, в Германии проводили встречу с общественностью. Ну, это европейская страна. Они удивились и спрашивают, у вас что там? Откуда в тайге 6 университетов? Вы что? Поэтому вот эта миссия, она настолько выстрелила. Потому что пресса вся негативом поливает грязью русских. И я могу однозначно сказать, что в 32 странах, в 100 точках захода, вот из тех людей, с которыми мы лично постричали, 45 тысяч, ну, прям поговорили, хотя бы минутку, ни одного негативного взгляда, ничего плохого про русских никто не говорит. Все очень с уважением. Юля, вот мы не ошибемся, если скажем, что вы были ангелом-хранителем этой экспедиции. Скажите, пожалуйста, вот 3,5 года вы были всегда на связи с Евгением и Станиславом. Скажите, как вам удавалось разрешать проблемы, которые, конечно же, возникали на судне, причем находясь за десятки тысяч километров? И вообще, какие вот эти три года были для вас? Они были очень напряженные, потому что ни на минуту не выключался телефон, и ночью ты, каждый вот звук, ты реагируешь. Это, конечно, спасибо МИД России и Россотрудничеству, потому что постоянная связь со странами, с нашими русскими домами, соотечественниками, они очень сильно нам помогали. То есть любая спецоперация начиналась с того, что звоню я консулу и говорю, у нас вот такая-то есть проблема. Они говорят, ну, Юль, вот военно-морские силы Бразилии, вот контакты, решайте вопрос. Решали, да? То есть люди очень охотно откликаются. И знаете, даже были такие случаи, когда довозили бензин, и достаточно большие расстояния, вот как Бразилия, например, и никто не спросил финансы. То есть все понимали, что это как? Все понимали, но мы говорим, что мы идем, это русское географическое общество, это исследовательское судно. Мы выполняем научные задачи, просветительские и образовательные. И они на берегу-то тоже все видят, что мы встречаемся с населением, мы вовлекаем людей в географическое пространство, проводим уроки из океана. Евгения, давайте вернемся к каким-то, может быть, экстремальным моментам. Насколько мы успели прочитать, были и берега неспокойного Сомали, и акулы, которые заинтересовались вами и вашим судном где-то в районе Австралии. Какие подробности можете рассказать? Вот про акулы особенно расскажите. Ну вот вдоль экватора, где-то 10 градусов южной широты, 10 градусов северной широты, это ореол обитания акул Куки Катор. Это акулы, которые охотятся на китов. И когда наш катамаран маленький от острова Пасхи идет, вот он, видимо, по вибрациям, мы предполагаем, потому что акул спросить мы не можем, почему они нападают на нас. Исследований нет. Никто не исследовал, потому что на надувных судах никто не ходит, мы первые. Это вообще первые шаги, новый взгляд на мировое мореплавание на надувных судах. И они начинают нападать, думая, что это кит по вибрациям, бьют зубами, пробивают. Мы начинаем погружаться, ясно, что мяса нет. Акулы ушли, а мы тонем. И это началось еще в французской паренезии, вот когда мы шли от острова Пасхи до Таити, они начали нападать. Но там было много островов, и можно было выброситься и отремонтироваться. А когда мы полностью пересекли за полгода от острова Пасхи до Австралии Тихий океан на маленьком надувном катамаране, который чудом нашла Юля, когда у нас тримаран разрушился возле острова Пасхи в шторм, Юля чудесным образом нашла на острове Пасхи. Мало того, что она нас спасла с чилийскими, там ВМФ Армада Чири называется, она еще нашла в гараже полусгнивший катамаран, который мы подшаманили и пересекли Тихий океан. Вот в Австралии ареал большого количества этих акул. И они начали нас атаковать. Первая атака была 4 сентября 2023 года. Пробили левый баллон. И я на вахте сидел, и я чувствую, что я в воду погружаюсь. Я смотрю, фонариком ночь, а баллон пустой. Я Стаса разбудил. Стас, акулы явно напали. Он говорит, если завтра повторно нападут акулы и пробьют правый баллон, это конец. Давайте звонить Юле. Мы звоним Юле. Юля, выясняю телефоны австралийских спасслужб, потому что акулы нападают ночью. Если завтра пробьют, мы теряем управление, потому что как только пробивается баллон, отламывается перо руля, и нам нечем управлять. Все хорошо, что хорошо кончается. Короткий вопрос. Готовы повторить? Есть уже план? Отправиться? Ближайшие планы нам нужно построить мы с Юлей ССДМ открытое географическое креативное пространство. Это музей, дополнительные уроки географии для российских школьников, потому что Юля создала в рамках этой экспедиции телемосты, географические телемосты со школьниками России. Я считаю, что за такие вещи нужно Нобелевскую премию давать. И вот мы сейчас составим музей, выиграли первый грант фонар, президентский грант. И уже экспонаты, мониторы. Ваш опыт, рассказы. Взгляд на мир глазами русских путешественников. Это очень важно. Потому что ни в мире не знают о России, ни в России толком не знают, как устроен мир. И дети не знают. Мы хотим им рассказывать и уточнять именно через призму вклада в Россию в мировую жизнь. Юля, спасибо вам большое. Вы наша гордость. Мы очень вам благодарны, что вы пришли к нам, в нашу студию рассказали. И мы, конечно, за вас болеем. Так что всех вам благ. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.